так всем добрый день сегодня у нас кимахов будем менять коллектор впускной дело в том что там стоят вихревые заслонки переменного холодного впуска на этой данной машине сгорел сам псевдопривод потом его кто-то там поменяли бушный потом как-то неправильно отрегулировали в итоге она встает в аварийный режим плохо едет плохо тянет то черный дым при резком ускорении и т.д. смотрите однажды я уже менял такой коллектор это было на x55 точно такой же двигатель вот такой коллектор он идет сборе то есть уже завода отрегулированы и лезть туда регулировать ничего не надо сколько бы я не сталкивался вот ребятки его где-то там бушный отдельно заменили как-то здесь что-то подрегулировали но концевик это видит и что заслонки стоят не в том положении и работает она неадекватно коллектор у нас стоит вот здесь в развале я будем все разбирать и ставить новый все от нас заслоночки все как положено так сразу отворачиваем два патрубка интеркулера то есть нам не мешает старую перчаточку вот сейчас на нас пера коллектора тут учить не коллектора патрубок все опоры такой вот такой он там хитренький сзади который совсем неудобно отворачивать может конечно снять корпус воздушного фильтра тут самое главное сорвать очень круче хорошо не заржавеешь все теперь тому опытом отвернем так это живут тоже проводов у нас уйдет это у нас датчик давления сейчас мы постепенно то есть надо открутить нам этот сразу и все станет видно и понятно так вот этот болтик это щуп отвести его сторону и отворачиваем сам коллектор максимально продули здесь потому что потом будет поздно вот такая штучка так его будем мыть здесь у нас резиночки в оригинальной запчасти есть минус дело в том что всегда оригинальная запчасть корейская она идет без ничего то есть ни резинок ни прокладок вообще ни колечек ничего нет вот в этом конечно большой есть минус вот тут у нас тнвд стоит вон там внизу высокого давления вот видно визуально что все забито когда будем кстати снимать здесь есть вот он секретный болтик вот он как раз стоит здесь болтик внутри его нужно не забыть то есть если вы по периметру открутите еще есть внутри и на этой стороне точно также болтик стоит снимаем вот так тут тоже закрываем отверстие сейчас здесь тоже еще раз закроем еще раз все продуем потом будет поздно все это будет мешаться вот мы его теперь визуально видим коллектор вот нам нам надо убрать трубки топливопровода отсюда часть проводки и он вот он принципе я бы не сказал что здесь прям все так страшно сложно но все же есть моменты свои вторую часть проводки тоже отсюда удаляем клапан игр но он удален заглушен разъем стоит на месте чтобы нам тут часть проводки снять так разъем на форсуночки стекло такая жесткая есть это у нас не получается вывернуть разъем на турбине тоже не получается там снять поэтому туда мы уберем и все отлично будет нам мешать так все где-то вот здесь и отворачивал у нас а у у а у у у у у У нас был патрубок вентиляции, который уже вот клапан вентиляции картерный от него и уходит туда. Так, ну что, приступим к избавлению от топленных трубок. Это очень такая, можно сказать, серьезная работа. Так, надо взять перчатку обязательно. Сейчас надо будет трубочки нам перекрыть. Вот если со средней идут попроще, то вот эти замки, которые оранжевые, с ними, конечно, посложнее. Необходимо нажать с двух сторон. То есть замок сперва подняли вверх. Потом нажали вот. Раз. Так, это у нас здесь. Стоплено фильтра. Следующая. Все надо делать еще аккуратненько. Все может в любой момент хрустнуть и разлететься тут. Эти трубочки очень-очень дорого стоят. Наверное, существует какой-то специальный ключ. Никогда не видел и не слышал про ключ, который это делает. Так, ну, теперь все трубочки сейчас вместе сюда стаскиваем и собираем в один комочек. Что-то здесь уже было. Так, вот эта важнейшая трубочка здесь в этой машине. Стоит очень огромных денег. Очень часто она бежит вот в этом месте здесь. То есть есть болячка есть на Мохаве. Так, обраточку нам тоже надо удалить. Обраточку. Обраточку мы будем... То есть снимем с одной стороны. Нам удобнее будет на эту сторону ее перекинуть. Обратку. Трубку подачи давления масла также будем снимать. Поэтому перемычку топливной трубки высокого давления вот с этими тоже разъемчиками. На обратку надо быть очень-очень предельно аккуратным. И при установке тоже надо будет их... Необходимо помазать резиночки на форсунках. Так, вот сейчас ее туда-сюда, туда-сюда, так. И оп, есть. Все, тоже снялось. Снимаем перемычку. Для перемычки у нас тут две опоры. В принципе, до коллектора уже остается. Можно сказать, рукой подать тут. Крепление трубки. Подача давления масла. Все, трубочку освободили. Так, тут у нас на 19. Самое главное не уронить туда шайбочку. Сейчас я ее там разработаю чуть-чуть потом. Когда сниму, я даже не пойму, что там происходит. Вот, пошла, пошла, пошла. Что-то как-то странно. Там как будто эллипсом она. Что-то еще там не дает ей там что-то. Визуально не согнута. Вот, гайка. Гайка интересная прям. Под конкурс. Здесь ее надо немножко разработать, чтобы она крутилась получше. Потом промоется. Вот она прям ее раз и в одном месте закусывает. Так, проводку убираем. Ну и все. Вот теперь у нас коллектор полностью открыт. В доступе. Теперь нам его осталось только сметь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много-много болтов здесь. Так, не забываем брать болтик. Вот он, наш секретный, который внутри находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, вроде все. Вроде бы все. Что-то у нас все раз перепроверяем. Два внутренних открутили. Здесь поддержка. И туда-сюда. Все. Будем пробовать его снимать. Оп, вот он пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, видите, тут видно, то есть уже сами это с разборки какой-то поставили. Вот здесь они пытались вот что-то отрегулировать. То есть тут даже тяги... Не знаю, как они тут все регулировали. Непонятно, что это за... То есть, по всей видимости, они вкручиваются как-то там. Ого! Ты слышишь, какой-то так? Как это все... С каким скрипом? То есть оттуда у нас уже на этом коллекторе. То есть на заводском. Вот так идет. И я уже точно знаю, что я снимал и менял. То есть вот тяги уже идут такие. С другой регулировкой. В коллекторах у нас не сильно грязно. Вот сейчас прям просто шикарно меняется, видите, накала. Также всегда следите, вот там получается есть у нас немножко маслица. Она практически у всех есть. Это корпус масляного фильтра. Смотрите, дело в том, что мы бы сейчас его, допустим, сняли бы и все сменили бы, сделали. Но ему мешается вот этот переходной патрубок алюминиевый между клапанами ДГР, между двумя головками. Чтобы его снять, необходимо снять турбину. И только потом можно залезть в развал и вытащить корпус. То есть уже поэтому не все так просто. У всех прям абсолютно, у всех V6, V8 дизель, бензин, у всех одна и та же проблема. Это именно вот с подтеканием масла. Смотрите, самое главное, то есть при разборке не спешить. То есть ничего не сломать. Собрать будет гораздо быстрее и легче. То есть надо будет только одевать и защелкивать. Ну, ясно, что каждую топливную трубку подачи давления низкого-высокого надо будет обязательно все продуть. С колечками, допустим, на форсуночках, на обратке надо будет мазнуть маслицем, либо литолом, чтобы не задрать. И все. То есть если вот у нас сейчас разборка заняла где-то примерно полчаса, то сборка будет минут на 10 быстрее. То есть за 20 минут мы все это соберем. То есть вместо того, чтобы мучиться аккуратно, мы будем просто щелк, щелк, щелк и щелк. В принципе, все увидели, все услышали. То есть собрать в обратном порядке. В принципе, у нас две новых прокладки, две резинки новых, две шайбочки нужны. Ну и очиститель, чтобы все это помыть и почистить. То есть смотрите, если у вас Махав или АХ-55, то вот смотрим, слушаем, как делать и вы сможете сделать это сам. Ну все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok